В регионах должна быть проведена модернизация системы профессионального образования. Такую задачу в своем послании поставил президент России. Готовить кадры для современной экономики в республике готовы. Новые образовательные стандарты главе Чуваши продемонстрировали в Чебоксарском электромеханическом колледже. Подробности у Дмитрия Ковалева. Дмитрия Ковалева Я поэтому решил поступить в этот техникум именно на эту профессию. Электромонтер более-менее мне близко по сердцу было. Даже дома, когда менял розетки, очень нравилось это занятие. Учебная база колледжа – десятки передовых мастерских и лабораторий. Здесь же проходит подготовку команды молодых профессионалов. Тренировочный полигон межрегионального центра компетенций оборудован так, чтобы студенты могли нарабатывать навыки на практике. Мы должны быть и являемся очень интересными для бизнеса, для работодателей, потому что вот это движение WorldSkills позволяет включиться ребятам в очень сильные, хорошие технологии, работать на очень интересном оборудовании. Они в итоге будут потом работать на предприятиях, и там уже, становившись на какие-то ключевые позиции, они будут говорить, вот есть такое интересное оборудование, нужно покупать. На развитие тренировочного полигона за последние два года направили более 600 миллионов рублей. Преподаватели отмечают, что большинство тех, кто проходит подготовку в центре компетенций, уже готовы отправиться работать на предприятие. На мой взгляд, по моему мнению, 50% точно готовы, а остальные, которые заканчивают, скажем так, процесс обучения, будут готовы, но им нужно больше времени, чуть больше времени, чем остальным для освоения, чтобы набрать тот опыт. Это уже хорошо. В этом центре апробируют и инновационные разработки, чтобы повысить квалификацию работников. Делали с помощью учтехпроф, это Челябинское очень мощное учебное заведение, виртуальную реальность. То есть студент одевает виртуальные очки, появляется томограф, и он начинает там ремонт и так далее. Даже там есть звук, он с помощью шуруповерта даже откручивает все шумы. Винтик упал, даже все в ушах есть. И пылесосы, и прочее, вот это обслуживание. Сейчас в центре компетенции продолжается активная подготовка к мировому чемпионату WorldSkills. Он пройдет в следующем году в Казани. На середину апреля намечен отборочный этап. Мест национально не так много, и хотят сперва отобрать самых сильных из самых сильных. Глава региона встретился с руководителями вузов, техникумов и колледжей. Михаил Игнатьев отметил, что предприятиям требуется все больше высококвалифицированных специалистов. И эту задачу бизнес должен решать совместно с образовательным сообществом. Молодых людей необходимо мотивировать. Задача главы республики – довести уровень заработной платы до 30 тысяч. Дмитрий Ковалев, Анастасия Алангина и Денис Ноздрюхин. Республика.